Привет, друзья! С вами Редмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим об оформлении гражданства по брату, сестре, потому что много вопросов по данному основанию, которые вы задаете, опять же, в комментариях, в прямом эфире, в чате. И на текущий момент ситуация такая. Какие есть варианты всё-таки с оформлением гражданства по брату, по сестре, когда я являюсь иностранным гражданином? Например, у меня есть временное пребывание, временное проживание РВП или вид на жительство. Мой брат или сестра получили по тем или иным основаниям гражданства Российской Федерации, находится здесь, имеет паспорт. Возможно, даже у них есть постоянная прописка. Есть ли какие-то варианты всё-таки скорректировать и могут ли они как-то способствовать оформлению мне статуса в Российской Федерации? Первый вариант, когда мой брат или сестра могут мне помочь в оформлении гражданства. Об этом мы уже говорили, я ещё раз на него обращаю ваше внимание. Это то условие, когда мой брат является заявителем по программе госпереселения в Российской Федерации соотечественников. То есть, например, у него есть РВП или ВНЖ, и он тоже подаёт в регион. Или у него есть временное проживание, но он через консульство даёт документы и указывает меня как брата или сестру иностранного гражданина и как члена семьи. И, соответственно, я иду прицепом при подаче документов в последующем на оформление книжки, потом в последующем на РВП и на гражданство. То есть, мы сдаём соответствующие комплекты. И так как ему одобряют, он как заявитель, ему одобряют программу, соответственно, я как член семьи также могу оформить в этом регионе, в котором нам одобрили переселение, РВП и в последующем гражданство в упрощённом порядке. Это занимает, ну, в районе, там, года, в течение года всё это можно решать. Тем более, на текущий момент свидетельство участника по программе переселения выдаётся на 5 лет. То есть, это достаточно большой промежуток времени, даже с учётом всех изменений, связанных с коронавирусом и так далее. Но это вариант есть. Поэтому, если у вашего брата или сестры есть хорошее образование, да, там, стаж, работа, то есть, хорошие профессиональные навыки и данные, которые будут способствовать оформлению и одобрению заявки на госпрограмму, то я считаю, что это актуальный вариант. Например, это медицинская сфера, образовательная сфера, инженерная сфера. И она актуальна для регионов, потому что регионы, соответственно, закрывают свои вакансии. Фактически, госпрограмма – это привлечение трудовых ресурсов в регионы, закрытие вакансий. Поэтому, если есть этот вариант, то можно тогда вот стимулировать своего близкого родственника для того, чтобы он подал заявку, ему одобрили, а я, как член семьи, иду по этой программе, оформляю РВП и потом в последующем гражданство. Второй вариант – это когда у нас, значит, есть второе условие – это у меня, гражданин России, есть паспорт, постоянная прописка, у нас есть родители и матери или отцу, мы оформляем бит на жительство и в последующем гражданство. То есть, это тоже занимает около года, но для этого необходимо привезти сюда, конечно, своих родителей, их поставить на миграционный учет, сдать на бит на жительство и потом на гражданство. То есть, это второе условие. Причем, это можно по брату, по сестре, то есть, они сдают как родители по детям. Когда мои родители получают гражданство, я, как их сын, также по той же схеме, при условии временного пребывания, миграционный учет оформляю и подаю, значит, по их паспорту, также на бит на жительство и на гражданство. То есть, мой брат, он может способствовать оформлению гражданства моим родителям, а мои родители, которым оформили гражданство у брата, могут дать возможность оформить мне вид на жительство и гражданство. Вот это второй вариант. Но это все на территории Российской Федерации, опять же, в каком-то регионе. Кстати, не обязательно в том регионе, где постоянно зарегистрирован мой брат или сестра. Можно оформлять вид на жительство или гражданство родителю. Можно сделать это в другом, в любом регионе. Главное, чтобы у брата или сестры был паспорт России с пропиской. Ну, а, соответственно, когда оформляют мои родители, тогда и я уже оформляю ВНЖ и гражданство. Это достаточно тоже актуальный вариант, особенно если нет никаких оснований у меня, потому что только временное пребывание, там, патент, разрешение на работу, трудовой договор и так далее. Вот можно попробовать через одного из родителей провести эту схему оформления гражданства. Третий вариант – это когда… он больше касается узкого круга, то есть это граждан Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана. Но на текущий момент это в основном касается граждан Кыргызстана. Это когда я уже прошёл этапы, являясь гражданином Кыргызстана, ну, или Казахстан, например. То есть я прошёл уже этапы в форме НРВП и ВНЖ. И у меня на текущий момент есть возможность, например, смотреть на сети русского языка, или у меня есть брат или сестра, гражданин России. Тогда я в рамках четырёхстороннего соглашения, ну, там есть один нюанс – это листу бытия, и, соответственно, я могу в рамках четырёхстороннего соглашения по браку гражданина России сразу сдать на гражданство. То есть не думая о том, что мне надо проходить, например, носить русского языка, или искать варианты со стажем, профессией и так далее. То есть, например, у меня нет родителей граждан России, просто есть вид на жительство, я получил его по квоте. То есть на основании квота оформил НРВП, потом в общем порядке ВНЖ. Брат у меня гражданин России, сестра гражданка России. Я в рамках четырёхстороннего соглашения по ним могу сдать на гражданство. Но это касается граждан Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. В основном этим условием пользуются граждане Кыргызстана, потому что у Казахстана сейчас есть пункт L в законе отдельный, пока по действующим законам. У граждан Белоруссии тоже есть возможность сразу оформить ФНЖ. И также есть этот же пункт, по которому также можно оформить гражданство в упрощённом порядке. Поэтому эта схема, опять же, по брату гражданин России, актуальна именно для граждан Кыргызстана. Вот, в принципе, три схемы, по которым наши братья или сёстры дают вам возможность выйти на тот или иной статус. То есть, способствовать нашему оформлению гражданства в Российской Федерации, в том числе, естественно, в упрощённом порядке. Спасибо, что посмотрели данный обзор. Я надеюсь, что схемы вам ясны, потому что иных вариантов пока по действующему закону о гражданстве в текущий момент нет. Всего доброго и успехов! Продолжение следует...